Я ожидал увидеть прекрасную страну и дружелюбных людей. Я провел здесь всего 4 месяца и убедился, что украинцы очень гостеприимны и добры. А еще это очень патриотичный и сильный народ, особенно сейчас, когда в Украине трудные времена. Сейчас у меня очень мало свободного времени, потому что отношения Украины и Румынии активно развиваются. У нас сейчас хороший политический диалог, для меня это значит много работы. Но это для меня большое удовольствие, работать над развитием отношений между нашими странами. Когда у меня выпадает свободная минута, я люблю гулять со своей семьей и исследовать прекрасный город Киев. Особенным местом для украинцев, зарубежных гостей, я считаю Софийский собор. Каждый раз, когда я туда хожу, открываю для себя новую страницу украинской истории. Духовность – одна из тех ценностей, которые объединяют румын и украинцев. Место, где я ощущаю себя как дома, это Закарпатья. Я родился в 60 километрах от Украины украинской границы. Мои родные места очень напоминают Украину своей архитектурой, особенностью национальной кухни. Я был на Закарпатье дважды, и каждый раз казалось, что я дома. Мы открыли консульство в этом году в Салотвино. Кроме того, наше генеральное консульство работает в Черновцах и Одессе. Там трудятся настоящие профессионалы, и мне, как послу, это существенно облегчает работу. Румыния и Украина расположены в Восточной Европе, а в истории этого региона были сложные, проблемные периоды. Наш исторический опыт в прошлом похож, а значит, наш опыт информирования на пути к Европейскому Союзу может быть полезен Украине. Мы, как добрые друзья, готовы поделиться пережитым знанием изменений и трансформаций. Румыния продемонстрировала самая быстрая темпы экономического роста в Евросоюзе. Это результат тяжелого труда и реформ, которые временами были полезенными. Однако уже сегодня мы видим их результаты. Это история успеха, которая подтверждает, что тяжкий труд и некоторые жертвы могут дать хорошие результаты. В некоторых сферах украинцы уже приняли нашу помощь, и мы очень рады оказывать поддержку Украине как на двустороннем, так и на международном уровне. Румынские эксперты задействованы в различных проектах, в борьбе с коррупцией, тренингах для парамедиков, в проекте концепции информационной безопасности Украины, которая осуществляется в рамках программы сотрудничества с НАТО. Мы ощущаем принадлежность Украины к семье европейских народов и полностью поддерживаем европейский выбор Украины. Мы не должны забывать, что единство – одна из наиболее ценных и хрупких ценностей, которые мы должны защищать. Это дает нам силу делиться демократическими идеями мира, безопасности и процветания. В Украине особенно ощущаешь, как важны такие ценности, как единство и независимость. 25 лет назад, 1 декабря, украинцы проголосовали за свою независимость и лучшее будущее. А недавно я встречался с детьми из зоны АТО. 20 ребят отдыхали в моем родном регионе Марамурош. Эти дети хотят мира, и это наша главная мотивация. Мы поддерживаем украинцев, которые проходят через трудные времена в условиях угроз, рисков и вызовов. Однако Украина не одна, и мы постоянно подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенности и территориальной целостности Украины. Румыния поддерживает и уважает европейский выбор Украины, и не только тем, что выражает свою позицию на словах в международном формате. Румыния представляет один из наиболее многочисленных контингентов миссии ОБСЕ. Мы принимаем участие в различных проектах по предоставлению информационно-консультационных услуг и нау-хау. Румынские эксперты только недавно завершили первый этап обучения украинских фельдшеров в рамках программы НАТО «Наука для мира и безопасности». Не так давно Румыния сама принимала помощь друзей в трудный переходной период. А теперь, в свою очередь, мы, как члены Евросоюза и НАТО, должны помочь нашим друзьям. Это выражается не только в нашей поддержке Украины на пути к членству в ЕС, но и в постоянном развитии наших двусторонних отношений. Особенно активный этап их развития наступил после революции достоинства. Это выразилось в повышении экономического сотрудничества, в активизации визитов на уровни министров иностранных дел. Украина и Унию сближает то, что мы принадлежим к одной семье, европейской семье, демократических государств. Мы строим вместе безопасное и благополучное будущее для будущих поколений. Я бы очень хотел пожелать всем украинцам хорошего Нового Года, и чтобы Святой Праздник Рождества принес им радость и мир, здоровье и благополучие. Счастливого Рождества! Субтитры создавал DimaTorzok